всем привет друзья с вами я сам сергей синицын сегодня мы приготовим классное блюдо которое можно использовать как самостоятельное блюдо так и замазку для чипсов для хрустиков в общем для чего-нибудь что можно туда помогать это будут печеные баклажаны с йогуртовым соусом из омегой 3 да да это будет рыбий жир который будет фантастически вписываться в эту замазку сейчас все увидите погнали для приготовления этого блюда мне понадобятся баклажаны чеснок перец чили гималайская розовая соль майоран грецкие орехи греческий йогурт и норвежский высоко очищенный рыбий жир со вкусом лимона я бы даже сказал со вкусом лимонных цветов это реально очень вкусно и будет дополнять это это блюдо просто безупречно в общем от компании nfo очень не рекомендую добавлять его в еду главное используйте его правильно чтобы он сохранил все свои свойства чтобы вся вот эта вот дикая рыба которая обогати которую обогатила природа омегой 3 чтобы вся она пошла вам в пользу в общем поехали для начала я поставил разогреваться гриль потому что гриль должен быть уже горячим баклажаны разрезаю вдоль вот таким образом и 1 и 2 и делаю небольшие надрезы в самом центре можно сделать форме решетки таким образом баклажан будет лучше прожариваться и в него будут гораздо эффективнее впитываться все оставшиеся ингредиенты то есть это специи это может быть соль это может быть майоран или вдруг что-то захотите еще добавить баклажан вообще имеет такую губчатую текстуру и он очень активно в себя впитывает масло если жарить неправильно если жарить правильно мне достаточно будет буквально смазать его кисточкой и этого будет вполне достаточно чтобы он сохранил свою пользу а в самом конце я добавлю рыбий жир и это будет просто великолепие просто вкусовое баклажан надрезал теперь солю и даю ему полежать буквально несколько минут минут пять чтобы он немножко вспотел то есть у него появятся влажные капельки до после этого я их промоку промокну салфеточкой и буду уже жарить теперь мне необходимо нарезать чеснок чеснок я нарезаю такими длинными пластинками потому что эти пластинки удобно будет распихивать в просторы баклажана в те места которые я надрезал такие длинные пластинки баклажан обожает чеснок вообще чеснок хорошо сочетается с баклажанами и это мне кажется тот вкус который безусловно только украсит это блюдо даже если вы не любите чеснок добавьте хотя бы чуть-чуть пока у нас баклажаны отлеживаются где их начиняю такими кусочками чеснока я уже представляю вкус этих баклажанов и уже понимаю что вы мне завидуете в это блюдо можно добавлять какие-нибудь свои специи которые вам больше нравится кстати напишите пожалуйста с чем вы любите сочетать баклажаны может быть мы приготовим это блюдо в следующем выпуске баклажаны достаточно настоялись они выделили влагу эту влагу необходимо тщательно убрать салфеткой то есть промокнуть вот таким вот образом чтобы максимальное количество влаги осталось на салфетке тогда баклажаны будут хорошо жарится и впитают себя именно то количество специй которые необходимы и будет приятный жареный вкус этих баклажанов супер теперь я смазываю эти баклажаны небольшим количеством растительного масла можно воспользоваться кисточкой можно воспользоваться кусочком салфетки главное масло должно быть совсем немножко ну и отправляю жарить эти баклажаны на гриль гриль должен быть разогрет до 190 200 градусов потому что слишком высокая температура поджарит эти баклажаны так что мы их не сможем есть а нам нужно чтобы они были четкие и жарим буквально пять минут а тем временем можно пойти погулять баклажаны готовы они прогрелись они стали мягкими пускай немножко настаиваются теперь мне необходимо нарезать перец чили если использовать свежий то измельчаю его ножом если используем сухой то понятно можем добавлять в самом конце в баклажановую пасту я обожаю свежий перец чили вообще люблю разные сорта чили мне кажется у них разные оттенки вкусовые и это добавляет блюду особенный шарм так чили выкладываю в глубокую миску сюда же отправляю натуральный йогурт и сюда же добавляю норвежский рыбий жир из дикой рыбы от компании nfo это настоящий натуральный продукт который добавит не только яркого такого лимонного вкуса этому соусу но и много пользы для вашего организма я его обожаю также тщательно замешиваю смотри какая глянцевая текстура получилась все был просто полезный соус стал невероятно полезный с омега-3 это то что нужно вообще в любое время года и отправляю баклажаны на доску чтобы их измельчить и отправить вот в этот вот йогурт за это время баклажаны успеют остыть и омега-3 сохранить все свои полезные свойства дикой рыбы разнообразной дикой рыбы и отправляю баклажаны на доску чтобы их измельчить и тщательно перемешиваю эту замазку получается баклажанная икра с потрясающим вкусом нежная кисленькая от йогурта жирная такая лимонная от омеги-3 чили перец добавит остроты в общем сейчас я попробую и скажу вдруг тут что-то не хватает немножко соли надо и мне еще хочется добавить припуск лимона просить я люблю добавлять в общем рыбий жир омега-3 в больших количествах потому что это полезно если у вас нет возможности есть дикую рыбу свежевыловленную каждый день это тот продукт который вам необходим на ежедневной основе но посмотри какая красота вот она баклажанная икра от которой вся семья будет в восторге для женщин это цвет цвет кожи волосы ногти хорошие здоровые для взрослого поколения это иммунитет для детей это умственная активность сосуды прекрасные в общем каждая клетка нуждается в омеге это действительно всем известно и поэтому у нас есть возможность добавлять прекрасную омегу в ресторанное блюдо запах фантастический да да это она подаем баклажановая икра получилось по моему какой-то просто фантастической невероятной выкладываю ее в тарелку вот это называется икра заморская баклажанная выкладываю по самому центру сверху эти баклажаны посыпаю ореховой стружкой можно посыпать любыми орешками можно кедровыми можно грецкими главное чтобы это чтобы эти орехи вам нравились у вас не было на них аллергии смотри какая прелесть друзья я продегустирую и расскажу вам как это было как у меня получилось чем аккуратно макаю гренку но это вкус баклажанов это вкус чеснока вкус чили конце концов и легкая но это послевкусие лимона великолепнейший вкус сумасшедшая польза в общем берите себе на здоровье трицеп пользуйтесь по моему получилось просто восхитительно а а с вами был я сам сергей синицын специально для компании нфо